Вести о частичной мобилизации вызвали в Рязанском обществе совершенно различные эмоции. У кого-то страх и панику, а кого-то наоборот заставили собраться и сплотиться, и стать незаменимыми помощниками. У меня у подруги забрали туда мужа, забрали брата, у многих знакомых забирали братьев, мужей. И получается так, что она ехала из Сельц, ей позвонил брат, она вся в расстроенных чувствах, она говорит, Настя, что будем делать, может как-то все соберемся. И девочки создают чат, куда мы все вступаем. Сначала нас там было мало, совершенно мало. Создается чат в группе ВКонтакте, затем друзья друзей приглашают уже туда людей. Нас становится все больше и больше. Сейчас в сообществе 486 человек, и это не считая тех, кто в чат не вступает, но звонит, пишет, узнает, что нужно. Таких неравнодушных и активных оказалось огромное количество. Сейчас уже все, не только даже просто жители Рязани, Рязанской области, но и организации начинают оказывать нам помощь. Очень большое количество помощи поступает в районе, в Рязанской области. Там тоже неравнодушные люди организации, и таксисты, сообщества таксистов, и мебельные магазины, ИП очень много нам помогают. Везут в основном то, что самое необходимое. Это носки, медикаменты. Сладкое, потому что мы хотим им поднять настроение, им будет приятно покушать сладенького. Везут шнурки, везут шапки, рукавицы, перчатки, тушенку, консервы. В общем, все то, что можно открыть и скушать, не готовя это, либо на себя надеть, чтобы было тепло. Анастасия показывает, что привезли люди буквально за полдня. До момента передачи продуктов и вещей еще три дня. Четверг, пятница, суббота. В воскресенье волонтеры отправятся несколькими машинами в Сельце, в загородный учебный центр, чтобы отдать все ребятам. А заодно узнать о насущных потребностях, призванных. Потому что пока собирают то, что нужно лишь предположительно. Хотелось бы на нашем примере показать в другие города, чтобы люди также объединялись, собирались, помогали ребятам на добровольной основе, непринудительно, ничего. Просто наши ребята сейчас защищают нас. И хочется, чтобы они тоже чему-то радовались и знали, что мы о них заботимся, любим их, ждем их. Координаторы волонтеров есть в Старожилово, Ряжске, Новомичуринске и Пронске, а также в районах Рязани. Девушки не намерены останавливаться и продолжат собирать и отвозить вещи и продукты до тех пор, пока мобилизованные ребята проходят обучение в Сельцах.